Друзья, всем привет! Мы продолжаем расширять горизонты хорошего света и сегодня у нас тема светодиодных противотуманок. Приехал к нам новый интересный китайский производитель под названием LTV, довольно именитый. Приехало более 30 видов светодиодных всевозможных противотуманок. Они как идут универсальные, так и например для автомобилей штатные Toyota, Nissan, Honda и прочие европейские и американские автомобили. Значит, сегодня мы буквально на трех моделях покажем разницу между ними и покажем в чем их основные особенности. В общем, поехали, давайте к делу. Отобрали мы для себя три основные модели на примере светодиодных противотуманок Toyota. И значит, какие же основные в них особенности и разницы. Первонаперво, все абсолютно светодиодные противотуманки выглядят вот таким образом. Это черный металлический прочный корпус, максимальную пылевлагозащищенность. У них у всех уходит вот такая вот контактная группа на конце штекер. Данные светодиодные противотуманки имеют встроенную линзу с хорошим светодиодом или с несколькими светодиодами. Вот и разница между этими моделями. Значит, бывает, что у них идет здесь одна линза, бывает две, и так, аж до семи штук. Чем больше линз, тем, соответственно, свет будет ярче и шире. Далее, еще особенность в том, что, например, есть уже светодиодные вот эти противотуманки допытные с функцией ходового огня, к примеру. Кучатик говорит, что у вас будет они работают как ходовой огонь. И еще разница в том, что есть, допустим, модель модификации с двумя линзами. Не как же влияние для яркости, а цвет разный. То есть, есть одна, допустим, линза белая, другая желтая. Включили, например, белая, а захотели желтая, переключили, и у вас включился желтый свет. Тоже круто. Ну, давайте теперь подключим и посмотрим, как они светят. Взяли мы, друзья, самую простую модель. Давайте теперь ее подключим. Включаем у нас вот есть типа стенд. Видите, ярким, насыщенным белым светом светит. Что круто в этих светодиодных противотуманках? Во-первых, у них довольно хороший, мощный свет. Если брать, у них отличная светогрань сверху. И что из прикольного? Есть нижняя подсветка как полусфера. То есть, дополнительно нижняя полусфера света. А это говорит о том, что у вас будет реально свет перед самим бампером. Или, скажем, перед самим капотом. То есть, это добавляет освещенности. Если мы переведем вот эти наши светодиодные противотуманки куда-то вдаль. Сами видите, у них свет. Даже вот при включенном ярком освещении в магазине. Видите, как они светят. Будет вполне неплохое дополнение к основному свету. Чем галогеновые, скажем, противотуманки, точно будет светить лучше. Вот это вот одна из самых простых моделей. Давайте здесь обобщим большой плюс. Что вполне светит ярко, приятный белый свет. И есть дополнительная нижняя полусфера. Что дает больше освещенности перед капотом. А, ну и кстати, хороший горизонт света. Следующая, друзья, модель у нас так называемая функция ДХО. Давайте ее подключим, посмотрим, что в ней интересного. Если мы включаем их просто как, скажем, светодиодная противотуманка. Обратите внимание, тут идет просто свет такой идет. Просто узкая, широкая, горизонтальная линия с мощным светом. У нее не будет вот этой нижней полусферы. То есть, да, она будет светить, скажем, перед капотом самого света не будет. Но, тем не менее, если использовать, как говорится, на общий горизонт освещения, например, на общий, на улицу, при включении ближнего света, то тоже вполне идея неплохо работает. Но с нижней полусферы нам, кстати, понравились побольше. Зато здесь есть фишка. Дополнительно здесь есть функция, как ДХО, дневные ходовые огни. Включайте габариты, сразу будут включаться дневные ходовые огни. Здесь загораться дополнительные светодиоды. Давайте посмотрим, как это работает. Ну вот мы включили, например, габариты. И у нас эти противотуманки работают как ходовой огонь. Смотрится прикольно. И вы точно будете хорошо выделены в потоке, либо просто на дороге. Вот особенность еще модели. Ну и еще одна интересная модель на сегодняшний день среди светодиодных противотуманок. Это противотуманка с двумя режимами. То есть как и белый может светить, как и желтый. Тоже прикольно. Давайте подключим и посмотрим, как это работает. Вот, к примеру, мы включаем первый режим света. Вот они, кстати, у нас белым светом. Здесь все то же самое, как мы рассматривали первую модель. То есть довольно хорошая общая освещенность. Дополнительно есть нижняя полусфера, что из прикольного. Четкая светогрань, друзья. Хорошая ширина света. Все хорошо видно прямо перед самим капотом, благодаря этой полусфере. Допустим, друзья, если мы едем, попадаем в туман, мы можем спокойно переключиться на второй режим. Желтый. Давайте посмотрим, как это работает. То есть для этого включаем, включаем. И у нас получается теперь туманки светят, как естественные желтые галогеновые. Обратите внимание. Желтые включаются светодиоды. Что из прикольного, то здесь осталось все то же самое, как и в первом режиме в белом свете. То есть четкая светогрань, нижняя также полусфера. Но вот именно в туман, допустим, ездите, когда будет, конечно, освещенность и, скажем, свету будет больше. И на дороге тоже смотрится довольно прикольно. Отлично будете выделяться с общего потока. Интересная фишка вот этих двух режимов. То есть вот нажимаем белый, вот захотели желтый. Удобно. Вот они основные особенности и разницы данных светодиодных противотуманок. Ну и еще, как мы сказали, бывают, например, они семью линзами. То есть для того, чтобы это больше влияло на ширину и яркость света. Цена данных противотуманок очень доступна. Если она подходит к вашему автомобилю, то она станет болт в болт. Если эта модель универсальная, то ее можно спокойно подогнать во многие автомобили и, возможно, с какими-то доделками. В плане качества светодиода здесь используются реально хорошие чипы и отличная пропайка. В интернете, в принципе, информации о данных светодиодных противотуманок много. Модель LTV. Наконец-то тоже есть модель. Огромное количество видов. Стоит. mean, твою гонку. Стоит. Высторит. Играет. Как obviamente, 54- Deputy bewолт Sometimes准在 молодой работает Н Sixty твой игрой. Важности, Sasuke, жизненная.